Как бы такой практической части, о примере реального боевого проекта. Я так думаю, наверное, со звуком все должно быть хорошо. Если что-то не так, то вы, наверное, пишите в чат, чтобы мы видели. Сейчас вроде все нормально, судя по всему. Ну, собственно, тема сегодняшнего вебинара у нас – это автоматизация процессов по заказной разработке. Она основана на нашей, скажем так, относительно новой, но довольно развитой платформе под названием Roastream. Это продукт, который, на самом деле, развивается с 1999 года. Решение довольно взрослое, просто у нас, именно в рамках российского офиса, мы начали заниматься этим недавно. Но в мире считается такое решение устоявшееся и довольно, скажем так, развитое, как и все другие продукты компании Siemens. Собственно, почему вообще этим жанились и зачем эта платформа вам нужна? Здесь, ну, на самом деле, есть много причин, но основная причина в том, что процессы по заказному производству, они существенно отличаются от процессов традиционного производства, серийного производства, даже не серийного, как бы, но не по заказному. Есть категория продуктов, категория предприятий, которые работают по заказному цикле, и для них характерно то, что изделие, оно разрабатывается под заказ. То есть оно, как бы, в конечном состоянии не существует, потому что исходные данные заказчика неизвестны изначально. И при получении заявки от заказчика нужно это изделие, соответственно, проработать и произвести в идеальном случае. В реальном случае при получении заявки нужно изделие проработать так, чтобы посчитать себестоимость изготовления, чтобы прикинуть возможность изготовления на основе этих данных создать технико-коммерческое предложение. И если мы там победили с нашим предложением, то мы тогда идем и выигрываем, и запускаем производство. Традиционные инструменты, которые у нас есть в Илон-системах, в Транжетин-центре, они хорошо подходят для получения состава изделия для серийной продукции, для управления многовариантной продукции, когда у нас есть автомобили, у которых там есть много-много опций. Но в случае с подоказанным производством, сложность состава изделия, если реализовывать через варианты и опции, оно на порядок выше. Если, условно говоря, все комбинации опций автомобиля, это может десятки миллионов, то все комбинации какого-нибудь оборудования, блочно-модульного оборудования, каких-то автоматики, это миллиарды. Соответственно, прописывать опции и варианты для такой продукции в традиционных механизмах достаточно сложно. Соответственно, платформа Roadstream была создана и развита под задачи конфигурирования многовариантной продукции, которая подразумевает под собой не инжиниринг. Собственно, что из себя она представляет? Что входит в саму платформу? Это некий движок, мы называем его базой знаний, базой правил, который позволяет обрабатывать исходные данные и формировать состав изделия. То есть, если в традиционных продуктах, например, самолет, автомобиль, у нас есть какой-то избыточный состав изделия, 150% бомб, и мы с помощью общего варианта получаем какой-то конечный состав экземпляра, то в случае по заказным изделиям, в случае с решением Roadstream мы состав изделия набираем. То есть, мы на основе условий вхождения того или иного компонента, мы решаем вставлять его в состав или не вставлять, если вставлять в каких количествах, где он будет находиться, как он будет позиционироваться в пространстве, какие у него будут свойства и так далее. То есть, мы состав создаем, а не идем от избыточного состава к какому-то конечному минимальному составу. Это есть база правил, база логики, которая позволяет состав набрать и рассчитать некоторые его характеристики, которые нужны для конкретного изделия. И надо опять же сказать, что у нас решение не привязано к какой-то индустрии, оно не привязано к какому-то изделию. Мы платформу используем под абсолютно разные задачи, под разные изделия. У нас есть, условно говоря, заказчик, который рассчитывает пресс-формы для пластиковых бутылок, есть заказчик, который проектирует, рассчитывает интерьеры самолетов, есть заказчик, который проектирует автоматику шкафовок электрических и так далее. То есть, здесь платформа обшагирована от какой-то конкретной индустрии. Есть у нас модуль, который позволяет создавать интерфейс конфигураторам. Интерфейс довольно важен, потому что, ну, каждое изделие имеет свои уникальные параметры и уникальную логику. Каждое предприятие имеет уникальные методики по формированию состава изделия. Соответственно, под него нужно всегда, как бы, ну, подстраиваться. Соответственно, оно традиционно это делается, как на предприятиях, которые пытаются это автоматизировать, это делают с помощью программистов, которые сидят и на каком-нибудь языке пишут интерфейс, пишут приложение. Соответственно, у нас изначально при создании этой платформы была заложена мысль о том, что мы хотим сделать конфигуратор, который позволит уйти от необходимости писать код. Потому что, ну, практика статистически показывает, что все решения, написанные на коленке, либо на аутсорсе с помощью кода, они через некоторое время, ну, перестают быть, скажем так, актуальными. Потому что поддерживать тяжело, код кто-то писал, человека может уже не быть, компании может уже не быть. Соответственно, эти решения постепенно, они сначала дают какой-то эффект, потом постепенно начинают устаревать и умирать. Поэтому была принципиальная задача уйти от необходимости написания кода. Соответственно, модуль создания интерфейса, он основан на специальном редакторе, который позволяет логику интерфейса спроектировать на основе всех пожеланий пользователя и создать тот интерфейс, который нужен для конкретного предприятия, чтобы он мог, чтобы пользователь мог вести исходные данные в том способе, как ему удобно, чтобы он видит, которому как удобно, передать эти исходные данные в блок обработки правил, посчитать изделие, получить состав, характеристики и дальше получить что-то на выходе. На выходе мы можем получить документацию в виде текста, в виде графики, в виде таблиц, в виде расчетов. Если это графика, то это может быть двухмерная графика или трехмерная графика. Если это текст, то это может быть традиционный текстовый документ. Это может быть выгрузка данных в каком-нибудь нейтральном формате, это может быть выгрузка данных в YouTube. систему. Здесь у нас в системе три блока. Модуль создания логики, модуль создания топ-рейса и модуль вывода информации. Соответственно, какие задачи мы охватываем? Здесь надо четко понимать, что мы пытаемся охватить процесс предприятия, работающего по заказанному цикле от начала, от получения заявки от получения большого листа, от получения технического задания, от проекта института до запуска производства. Мы пытаемся охватить этап формирования предложения, мы пытаемся охватить формирование конструкторской документации, и мы пытаемся охватить этап формирования технологической документации. Соответственно, мы, помимо того, что делаем состав HDL, мы можем еще считать по какой-то логики и его характеристики, будь то там технические характеристики, будь то финансовые характеристики. Мы можем генерировать документацию в том формате, в том виде, который больше всего подходит под конкретные изделия. Здесь, опять же, все цитаты, которые работают по заказанным цикле, они, как правило, имеют довольно, ну какие-то есть какие-то решения, которые они сами делают. То, что там в Excel эти методики делает, какие-то формулы расчетные. Соответственно, но понимая, что иногда предприятиям не хочется от этого отказываться, у нас здесь, как одна решаемая задача, есть интеграция, интеграционная работа. То есть, если предприятие что-то написало, что-то разработало и не хочет это переводить на какую-то платформу, на одну, соответственно, мы можем подключаться, ее использовать и, скажем так, делать. То есть, руфтрем-оболочка, которая будет использовать свою логику, будет использовать логику самописных систем, каких-то сторонних систем, там, может быть, коммерческих систем. То есть, у нас одна из задач – интеграция всех средств автоматизации под одной крышей, чтобы не было много каких-то лоскутных решений, которые в каком-то подразделении там-то и там-то решают какие-то задачи. И большой пласт, скажем так, задач, которые мы решаем – это оперативное проведение изменений. То есть, в системе RollStream каждый заказ, каждое изделие – это некая динамическая сущность, которая, скажем так, условно-ассоциативно зависит от исходных данных. То есть, если там заказчик, как-то ваш заказчик звонит и говорит, что вот, поменяли исходные данные, нужно там поменять какой-то параметр, у нас там какие-то размеры поплыли, нам нужно все изменить, то система позволяет этого оперативного режима учесть. То есть, мы можем на любом этапе ввода исходных данных, на любом этапе получения документации, когда уже даже динамическая получилась, мы можем изменить исходные данные и пересчитать и получить заново выходные документы, основанные на новых исходных данных. То есть, вопрос проведения изменений здесь, скажем так, он довольно важный. Это, как правило, самая большая головная боль, потому что нужно быстро реагировать на изменения сложных данных. Соответственно, архитектура системы, она это учитывает. Как работает система? Ну, собственно, блок логики, блок правил, про него я уже говорил. Соответственно, изначально механизм правил, он, естественно, ничего не знает о конкретном изделии, о конкретном заказчике. То есть, этот блок, он, как бы, нуждается в его настройке. То есть, выбирает какое-то конкретное изделие и с помощью специалистов разных отделов, это может быть проектное дело, это может быть инженерное, конструкторское, технологическое, описывается логика. Есть специальный редактор, который позволяет описать логику формирования состава изделия в виде логических правил. Когда мы можем сказать, что у нас такая-то позиция, она входит в изделие при таких-то условиях. А при таких-то условиях она не входит. Либо можем сказать, что у нас есть какая-то деталь, конструкция, которая может меняться в таких-то диапазонах, в таких-то характеристиках, может менять размеры таких-то диапазонов. Соответственно, система эти правила усваивает, понимает, запоминает. Соответственно, генераторы документации. В системе происходит несколько штатных интеграторов. То есть, если там есть такая система, у нас есть модуль интеграции, который позволяет генерировать документы. Там 2D документы, 3D документы. Соответственно, если нужно генерировать четвертмерные макеты изделия, допустим, какие-нибудь блэшно-модульные здания, либо какие-то контейнеры, либо интерьеры, допустим, какого-то изделия, то, соответственно, система может на основе блока правил подключать эти модули, включать кадры системы и генерировать сборки, генерировать чертежи, какие-нибудь схемы, монтажные схемы и так далее. И модуль интеграции с базами данных. То есть, мы можем, в принципе, условно говоря, за, скажем так, почти 20 лет существования системы, она уже поделена, там, ну, под 600-летним заказчикам. У каждого заказчика свои источники, скажем так, баз, свои источники этих расправоков. Стандартные изделия, какие-то цены, остатки на складах, у кого-то 1С, у кого-то САП, у кого-то БАН. Соответственно, у нас в систему встроен модуль, который позволяет, в принципе, оперироваться с любой базой данных. Если эта база данных, как бы, позволяет данные забрать, то мы можем считывать эти данные и обрабатывать. Использовать логику правил, старе, условно говоря, при формировании состава изделия, мы можем залезть в ERP-систему, посмотреть, сколько у нас этот конкретный, там, если это покупное изделие, сколько оно будет поставляться, если там придется. Или, там, выбрать поставщика, который поставит нам изделие в течение какого-то нужного нам времени. Либо посмотреть, что у нас на складе есть какие-то единицы оборудования. Если это оборудование подходит под характеристики, то мы его учтем. А если они подходят, то возьмем какое-то другое. Либо сделаем так, что нужно будет его доработать или разработать. Соответственно, есть модуль, который позволяет подключить нам в расчетную систему. Потому что есть довольно много заказчиков, которые, условно говоря, используют для проектирования изделий, которые там работают в химии, работают с теплом, работают с какими-то потоками. Соответственно, там не просто надо перестроить модель таким аппаратом, надо исходные данные обработать, выдать, условно говоря, какой-то файл исходных данных для расчетной системы, отсчитать этот файл, вернуть обратно результат, и результат расчета гидравлического, теплового, прочного основного учить при формировании состава изделия. Соответственно, мы можем интегрироваться практически со всеми системами, расчетами, которые позволяют в ответ, если есть идея как интерфейс интеграции, то можно к ним включаться и его использовать. Есть модуль выгрузки исходных данных, не исходных данных, как получение исходных данных из ERP-системы, допустим, так и выгрузки результата расчета в ERP-системы, либо в PLM-систему. Есть там штатные модули интеграции, есть модуль, который позволяет тоже интегрироваться с любой ERP-системой или PLM-системой, либо на базе XML-файлов, либо на базе IP-системы. То есть, в принципе, здесь система, она очень открытая и позволяет расцепиться практически за любой источник данных, за любую базу, за любую PLM-систему. Ну, кроме этого, есть штатные модули интеграции, которые, там, условно говоря, если система темп-центр, то ROG-SWIN как бы осчитается уже как ее родной модуль, он напрямую работает, забирает данные, и туда же данные дают. Сейчас вот я хочу показать пример, это сразу скажу, это не боевой конфигуратор, это просто такой демонстратор некоторых механизмов. Это конфигуратор для изделия, который что-то делает, какой-то насос, который перекачивает какую-то там двухфазную жидкость, и, соответственно, цеприятие, условное цеприятие, которое его изготавливает, работает тоже по заказанным цикле. Вот, соответственно, они описали логику формирования состава изделия, логику получения геометрии изделия, логику расчета с низких параметров финансовых параметров изделия. И здесь идея в том, что, получив заявку, заявку от какого-то заказчика, мы хотим не просто прикинуть его себестоимость, мы хотим сразу изделие считать так и сразу получить максимум документации, в том числе конструкторской, чтобы точно понимать, что она будет производить, и чтобы точно знать себестоимость. То есть, если в классическом подзаказанном цикле мы получаем заявку, мы примерно прикидываем, как-нибудь там прорабатываем изделие, чтобы получить данные, чтобы, ну, плюс-минус, понимать себестоимость, то в случае с платформой Roastream мы получим заявку, стараемся максимально изделие проработать так, чтобы можно было при случае, что у нас заявка выцелилась, мы выиграли, получили контакт, чтобы мы могли эту документацию сразу передавать уже в инженерные службы либо сразу на производство. То есть, в идеале мы можем, если изделие полностью откишено, на этапе формирования ЦКП, когда у нас не продано изделие, мы уже можем получить полный комплект документации для запуска производства. Соответственно, здесь была описана логика формирования, и была создана трехфейс. Техфейс, он довольно эффективный, он просто показывает как бы механизмы. Здесь, собственно, заходит пользователь, это, скорее всего, в данном случае отдел, сотрудник отдела продаж, он выбирает, кто заказчик, какое изделие будет конфигурироваться. Здесь мы делали пример, показывали, что при выборе даты поставки заказа система примерно, аналитки ERP-системы и говорит, что мы можем не успеть, что у нас что-то не получится, что там загрузки производства, загрузки каких-то служб, что-то отслеживается, мы можем как бы не успеть. Вся компоновка интерфейса, она рисуется. Здесь может быть что-нибудь другое, здесь может быть гораздо меньше, гораздо больше. Но идея в том, что в пошаговом режиме пользователь, в зависимости от выбранного изделия, вводит исходные данные. То есть он выбрал какое-то базовое исполнение на шоу, вводит параметры, там, в данном режиме, там, давление, там, какие-то, там, дополнительные данные вводит, и, соответственно, дальше там включается инженер, это может быть один тоже человек, а может быть разные люди, он же есть на шоу, он продолжает, ну, вводить исходные данные. По мере того, как он вводит данные, система начинает подбирать состав. По каким-то узлам ей необходима еще какая-то информация. Это она, пользователя спрашивает, там, нужно ввести, там, на самом деле, для двигателя, что-то, какую-то информацию, там, по материалу добавить, что-то. То есть, в зависимости от того, что было выведено до этого, система создает состав, и для уточнения конкретной позиции, если не хватает данных, она, пользователь спрашивает, что уточнить. Соответственно, дальше, вот, допустим, есть пример, когда для подбора двигателя нужно запустить некую расчетную систему, она где-то там крутится в стороне, соответственно, мы на основе введенных данных запускаем, формируем файл исходных данных, отправляем в расчетную систему, она рассчитывает, возвращает рассчитанные в этом характеристики, в данном случае она вернула, скажем так, мощность привода, мощность двигателя, который нам нужен, чтобы этот насос работал. Соответственно, система полезла в ERP-систему и по этой мощности подобрала, что у нас есть возможность поставить пять двигателей. То есть под эту мощность, под эти параметры подходят пять вариантов. Тут как бы тоже есть, опять же, здесь в качестве демонстрации сделано так, что мы пользователю говорим, что выбери. Система посчитала, вот есть пять вариантов, ты принимаешь решение, какой пойдет. Можно сказать, что нет, система будет сама, она скажет, давайте выберем самый дешевый и поставим его. Так тоже можно, если это будет логика опишена. Соответственно, пользователь принял решение, что мы выбираем вот этот вариант, у этого варианта может быть некоторые там опции, соответственно, вот пока идет этот выбор расчет, система начинает формировать уже состав. Вот здесь можно переключиться и посмотреть на, условно говоря, спецификацию по конкретному стилю. То есть мы набрали состав, исходя из набрано-состава, у нас есть какие-то опциональные элементы, у них есть правила совместимости, несовместимости. Соответственно, можно посмотреть, что получается, чтобы посмотреть, какая у нас изделие получилась, посмотреть чертежи, которые получаются. То есть чертежи, так она формируется по заложенным правилам. Можно посмотреть формированные документы выходные, в данном случае, это технокоммерческое предложение, с посчитанными, это вот со всеми характеристиками, которые всегда были, с системой, с расчетами температур, с расчетами цен. То есть она посчитала, посмотрела, залезла опять же в справочнике, смотрела, сколько там, что-то себе ценность компонентов, посчитала это, ушла, там, скажем так, те изделия, которые у нас покупные, те изделия, которые у нас создаются, рассчитала нормы, рассчитала расплат материалов, посмотрела аналоги и, соответственно, на основе этого решения она, как у нас, посчитала, которая уже поместила в документы, и тот документ идет в коммерческую службу, которой уже его отправят для участия в том стендере. Соответственно, при любом изменении, то есть, как бы, когда так опять во время обсчета, во время формирования ТКП позвонил заказчик, сказал, что нам нужно добавить какую-то опцию, нам нужно поменять исполнение, они там передумали. Соответственно, пользователь откатывается на этот этап, меняет эти параметры, которые там попросил пользователей. И, соответственно, опять же, в режиме реального времени система опять все это пересчитывает, перестраивает и перегенерирует всю документацию. Здесь, как бы, не такое, оно ни разовое, здесь изделие, заказ, он живет в динамической форме, и при, скажем так, любых изменениях, он на эти изменения реагирует. это принцип работы конфигуратора, как он работает, и что там можно делать. Но здесь опять же надо понимать, что вот эта реализация, она просто сделана, как бы, под конкретный сценарий. При любом другом изделии, при любом другом заказчике, при любой другой методике реализация, она будет другая, естественно. Соответственно, как это, ну, немножко покажу, как это, как это делается под капотом. Как я сказал, что у нас изделие, оно не предполагает, что это будут делать программисты. Есть некий редактор, редактор логики, который позволяет администратору пройти там обучение и на основе, скажем так, знаний, которые он получает от инженерных служб, от финансовых служб, описать изделие, подключиться к адресистеме, подключиться с кем-чентром, есть некий редактор, который позволяет эту логику описать, который позволяет описать логику формирования состава, логику расчета характеристик, логику выгрузки данных в ERP-системы и так далее. И здесь же нарисовать интерфейс. Это кардинальное отличие от традиционных конфигураторов в том, что здесь не программист работает, который сидит годами, годами, здесь работает именно систем-администратор, который, скажем так, ушел, исчез, взяли нового администратора, обучили системе его, и он дальше его развивает. То есть, здесь предприятие, оно отвязано от конкретного исполнителя, оно защищено от того, что ушел человек и все это умерло. Есть полноценное напряжение, которое позволяет максимально уйти от программирования. Еще один маленький примерчик такой, но он, скажем так, та же идея, но просто немножко другой изделия, чтобы показать разницу. Это оборудование, тоже оно блочномодульное, это холодильное оборудование, которое, скажем так, надо конфигурировать немножко другим способом. То есть, нам нужно здесь дать возможность пользователю, он, скорее всего, это проектный отдел, поиграться компоновкой. Он может используя некий редактор, неважно что, попытаться прикинуть другую компоновку или какую-то сформировать новую компоновку изделия своего. Если в данном случае есть компоновка того помещения, соответственно, сидит инженер и прикидывает, что мы там сформируем вот такую компоновку нашей холодильной установки, это будут какие-то блоки с какими-то параметрами, он может, опять же, прикинуть, посчитать размеры, система там полетит справа, сформирует туда данные, посчитает расходы из-за агентов и так далее. На основе, опять же, рассчитанного состава, на основе тех исходных данных, которые он там ввел, система, опять же, формирует эти сборки, они создаются, они создаются системой, она понимает, что нужно вставить, какие детали нужно построить, где там у нас геометрия меняется, с какими ограничениями она может меняться. как она должна быть позиционироваться, соответственно, изменировать чертежи, это могут быть сборочные чертежи, это могут быть детальные чертежи, это может быть, опять же, схема, это может быть раскрой материала даже. Мы можем на основе сформированной 3D-модели получить раскрой и передать его там технологам, чтобы они могли начать там уже работу по подготовке производства. Соответственно, формировать выходные данные, опять же, все должно у нас есть разный модуль интеграции, можем любить любые карте-системы, практически любые. Документы текстовые, коммерческие, графические, расчетные, без разницы. как просто еще один пример показывает, что мы можем задавать исходные данные в разной форме. Это может быть просто ввод данных, это может быть проектирование, компоновки режима реального времени, система в режиме реального времени отсчитывает изделия. Соответственно, выходные данные здесь, они, опять же, могут выходить в коммерческие службы, могут выходить в маркетинговые службы, могут выходить там еще куда-то. Система, она изначально не знает под что делать документ. И в принципе все равно. Поэтому на этапе внедрения отписывается шаблон, отписывается логика формирования документации, что мы хотим видеть, на каком языке, где у нас должны быть схемы, где должны быть картинки, где у нас были расчеты и так далее. Соответственно, основные отличия платформы Роустрима, то есть, близко забегаешь, скажем так, немножко вперед, скажу, что у нас, по факту, в мире есть там где-то, что он говорит, 5 полноценных коммерческих решений за создание конфигураторов. Так получилось, что в России почему-то нету никого, кроме Роустрима. Ну, там, исторически сложилось. Соответственно, отличия, что у нас часто путают, что у нас вот есть какой-то другой конфигуратор, есть там, и драйвер воркс, и еще что-то там. Роустрим, он заточен именно на неферийные изделия. И основная здесь, как бы, скажем так, идея, что подферийные изделия, подбирать, 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 это там и цель справляется. Подбирать неферийные изделия, которые уникальны, формировать, здесь нужно специализировать приложение. Чаще всего, чаще всего, это приложение, это код. Это пишут люди, код садятся, занимаются программишкой, и которые пишут, вот решение, которое позволяет для неферийной продукции, для уникальной, создавать решение для конфигурирования, это платформа Роустрим, которая, с одной стороны, дает возможность гибко описывать любое изделие, но с другой стороны, отрывает предприятие от необходимости заниматься программированием. Туда закладывается именно методика, не опции, варианты, когда мы говорим, что у нас это вот какой-то компонент, он входит, либо не входит, зависит от опции. Мы закладываем методику, логику, почему у нас что-то входит, или почему-то что-то у нас не входит. Мы закладываем методику расчета. Соответственно, здесь, в силу того, что мы интегрируемся в пиан-шистемы, мы охватываем именно все этапы, и ТКП, и КПП, и ТПП, и коммерческие службы, отделы продаж, и конструкторские службы, и технологические службы. И плюс, честно, то, что я говорил о приточке интерфейса, что мы встраиваемся в любую, скажем так, в любую организацию с любыми наборами баз, любыми наборами методик, как бы, подстраиваемся в любую стептифику. Важное отличие, чтобы, скажем так, правильно спрессионировать, где он применим, где он частично применим, и где он вообще не нужен. Есть, как бы, много стандартной продукции, там, банально, там, как бытовая техника, вы там идете, покупаете, там, знаете, вам нужно какие-то размеры конкретные, там, встроить куда-то, поставить, вы знаете, какой-то там нужен, не знаю, там, объем, там нету задач конфигурирования, вы просто приходите, вы покупаете его. Есть задачи, которые, скажем так, пограничные, ну, тоже, вот, не знаю, автомобили или ноутбук. Когда вы покупаете его, вы заходите, допустим, автомобиль, знаете, вам нужен первый, передний привод, задний привод, или полноприводный, двигатель такой-то, коробка такая-то. Это тоже конфигурирование, но это сборка под заказ. Все варианты, в основном, если выбирают двигатель, там, у меня есть, там, 1.4, 1.6, 1.8, они уже спроектированы. И когда вы выбираете двигатель, там, например, на машину 1.4, его просто поставят, потому что уже двигатель спроектирован, уже место установки двигателя спроектировано, и здесь нету, скажем, инженерной составляющей. Мне не нужно, чтобы сформировать состав автомобиля для заказа, для заказчика, мне не нужно привлекать инженерную службу. И есть изделия, когда мне нужно привлекать, когда я не могу сформировать состав, не подключить инженерную службу, когда мне нужно инженерную логику применять. Пословно говоря, если в случае с автомобилями и конфигуратора я просто выбираю, там, движок 1.4, 1.6, 1.8, в случае с ровстримом я описываю правила, как мне сделать движок, любой, как, допустим, описав правило, как мне делать 1.8, описав логику, как мне сделать из него любой другой, я могу получить, применивая инженерную логику, движок, на самом деле, 2, вместо 1.8. И там, где от момента получения заявки до момента выдачи ТКП и применяется какая-то инженерная логика, там мы должны использовать это решение. Какие данные мы... Ну, как бы здесь я просто повторяюсь, но чтобы было четкое понимание, на выходе мы понимаем, можем получать любую документацию. Это может быть двухмерная документация, это может быть трехмерная, это может быть скажем так, текстовая информация, трехмерка может быть в разных форматах, может быть в формате качествения, может быть нейтральном формате. Есть, скажем так, для разных изделий, очень подходит для крупногабаритных, для интерьеров, точно, для самолетных интерьеров. Есть возможность генерации вида изделия в том формате, который можно смотреть, в county очень виртуальной реальности. Мы можем на этапе формирования ТКП, когда мы еще попытаемся продать и дарить заказчику, заказчику изделия показать почти живьем, он может приехать к нему, он данные какие-то вам сказал, вы его обсчитали, это изделие через систему, и дали ему посмотреть, он может свой завод увидеть, он может походить к интерьеру, к чего-то, в режиме реального времени, еще до того, как контракт будет подпишен, но он уже увидит его. Кто у нас используется? На самом деле, у нас сейчас где-то 620 с лишним заказчиков в разных областях абсолютно работает. Есть у нас техника, скажем так, для нефтегаза, есть насосы, есть кондиционеры, промышленные кондиционеры, есть запяти, которые проектируют сложные металлоконструкции, есть тоже Депельмайер, название неизвестное, но побыл в Сочи на розах утра, все вот эти подъемники, все эти машины, которые отвечают за снег, это как Депельмайер, есть системы, которые проектируют штампы, есть системы, которые занимаются отмазкой для литья, для пластика, есть компании, которые занимаются автоматикой, есть компании, которые занимаются сложными системами. То есть вот здесь система, как я сказал, не привязана к индустрии. мы устраиваемся в любую специфику, в любой отошли, в любой продукт. Есть, скажем так, компания «Тетропакт», которая использует его для расчета теплообменников. У них очень большая линейка продукции, которая занимает продажи теплообменников под разные рестораны, под какие-то промышленные здания. И в то же время там есть компания «Гудвис», которая зарабатывает какие-то там инструменты, я точно не знаю, для производства шин. То есть здесь идея в том, что у нас есть платформа, которая позволяет описать логику практически любого изделия, учесть его любую специфику. Но как-то промышленность абсолютно здесь у нас разная. Есть, скажем так, почти в каждой промышленности есть какие-то такие маленькие предприятия, которые делают что-то небольшое, какие-то кусочки. Есть предприятия, как, допустим, «Дженераллит» и «Койландгаз», которые конфигурируют целиком нефтепрорабатывающие заводы. Есть возможность, условно говоря, сконфигурировать изделия, не целиком, а разбить, условно говоря, крупногабаритное изделие, установка, которая перерабатывает нефть. У него есть очень много модулей, которые можно конфигулировать независимо от всех остальных других. У нас, условно говоря, тот же «Дженераллитрик», у них порядка сорока типов оборудования, единицы оборудования и конфигурируют с нижнейшим друг от друга. Потому что они иногда продают целиком проект, иногда продают какие-то кусочки его. Соответственно, им нужно иметь возможность конфигурировать как целиком изделие, ну и их продукт, либо какие-то куски, чтобы поставлять только часть. Та же вентиляция, тоже «Дайкин», может продавать только противопожарные фильтры, которые в комплексе ходят. Соответственно, конфигуратор позволяет охватить несколько уровней, конфигурировать целиком все изделие, либо конфигурировать какие-то составные части и выдавать им документацию либо по всему изделию, либо по каким-то частям. Основные причины, почему нас чаще всего выбирают, почему покупают и переходят на эти платформы. Ну, во-первых, как я сказал, это отказ от самопишных решений, они трудоемкие, они не гибкие и очень дорого стоит их развивать. Чаще всего, сотрудники отдела продаж, они пытаются ускорить процесс обработки заявок, им нужно обрабатывать быстро и точно, в идеале. Соответственно, быстрота зависит от того, как отрабатывать инженерные службы. А инженеры службы, они тоже перегружены, соответственно, получается, как бы либо приходится ждать, пока инженеры службы точно отработают, либо давать быстро, но не точно, примерно. Тут очень большая зависимость от человеческого фактора. Есть какой-нибудь, там, вот, умудренный опыт на специалист, который может быстро, скажем так, наш опыт, что-то прикинуть. Специалист этот исчезает, заболевает и процесс сразу сбивается. Поэтому специалисты от коммерческой службы, чаще всего, там, вектор от продвития, они пытаются формализовать логику проработки заказа, чтобы, во-первых, освободить конструкторов, чтобы конструкторы могли заниматься творческой работой, а не обрабатывать заявки. Вот, опять же, по статистике, скажем, в России сколько мы общаемся, ну, 20% из того, что конструктора просчитывают, идет в работу. Это в лучшем случае. 80% то, что они просчитывают, оно идет в корзину, потому что там заявку не выиграли, они там по цене не прошли, не успели и так далее. Соответственно, чаще всего у предприятия есть задача убрать этот труд по отсчету заказов конструкторов, заставить, дать им возможность заниматься творческой работой, а в то же время попытаться максимально ускорить и уточнить расчет. Дальше, ну, что дает предприятию? Во-первых, самая основная идея, что предприятие получает возможность независимо развивать бизнес-логику своих процессов, не опираясь на человеческий фактор. Мы не зависим здесь от каких-то программистов, которые это все описывают, мы здесь максимально независим от тех, скажем так, уникальных носителей знаний. Когда мы описали логику формирования состава изделия, то она будет работать независимо, что там есть эти люди или нет. Эти люди будут заниматься творческой работой, а этой рутиной будет заниматься машина для чего она предназначена. Соответственно, мы здесь можем формализовать эти знания, мы их можем описать, вложить и как результат этого процесса мы можем для коммерческой службы дать возможность обрабатывать гораздо большую, скажем так, заявок единицу времени, мы можем дать возможность получать точный расчет себестоимости на этапе ТКП, что дает большую гибкость для коммерческих служб для переговоров. И мы можем максимально сократить именно рутину по обработке и убрать все накладные расходы на проведение одних и тех же работ с разными исходными данными, но по сути одних и тех же работ с разными исходными данными и убрать тот опять же не сильно творческий объем работ по формированию всех документов, которые необходимы для производства, для заказчиков, для сертификации, для коммерческой службы и для всех остальных. Вот. Собственно, здесь, наверное, сейчас я передам слово Константину. Костя, ты там включился уже? Так. Да. И меня слышно? Ну, я тебя слышу, да. Да. Появился доступ к экрану. Так. Появилась картинка? Да. Отлично. Отлично. Спасибо, Юра. Да. Коллеги, приветствую. Меня зовут Костин Исаков. В следующей части доклада мы с вами рассмотрим более детально пример проекта, который был реализован в России нашей командой российской. он относится к энергетическому оборудованию, к производству комплекта трансформаторной подстанции. И более детально сейчас мы с вами рассмотрим. Что в рамках презентации будет рассказано? Основные цели и задачи проекта, организационная составляющая, этапы работ и результаты, которые мы достигли в рамках проекта. Ну, для тех, кто не знаком с комплектными трансформаторными подстанциями, вот кратко представлена информация, что себя представляет подстанция. Оборудование для передачи, для преобразования напряжения в электросети и распределение электроэнергии. Включают в себя основные компоненты, такие как распределительное оборудование низкого напряжения, оборудование высокого напряжения, соединительные легенды, трансформаторы, различные оснащения для защиты управления и электрооборудование вспомогательного характера. Плюс ко всему есть различные варианты размещения подстанции, как в помещении, либо в блочно-модульном здании, либо в контейнерном типе, то есть разные варианты именно исполнения возможны. В целом, если начинать с вызовов, ну и вообще чем обусловлено выбор системы и построение как такового конфигуратора, это в первую очередь количество вариантов конфигурирования КТП исчисляется сотнями, то есть те компоненты, которые входят в состав КТП, они при тех или иных условиях могут между собой быть сконфигурированы и можно будет получить конкретную конечную спецификацию изделия. Время реакции на заявку от заказчика минимально, то есть заявка должна быть проработана в кратчайшее время, в состав технико-коммерческого предложения входит как схема размещения трансформаторной подстанции, так и ее вид, различные линейные схемы, виды, компоновочные решения. Также, безусловно, в состав ТКП входит само технико-коммерческое предложение и лед со стоимостью. И также, безусловно, один из тоже немаловажных факторов, что после того, как тендерная заявка или коммерческое предложение, принято заказчикам, необходимо минимальные сроки перейти к рабочему проектированию или производству. Соответственно, эти сроки также минимальны, и решение с помощью настройки конфигурированной с помощью WorldStream решает и эту задачу. Давайте более подробно рассмотрим, каким образом наши царевые показатели к системе преобразовались в задачи и цели основного проекта. То есть, исходя из царевых показателей, мы выделяем четыре основных задачи. Это, в первую очередь, формализация правил подготовки исходных данных и самого формирования ТКП. Это создание элементной базы трансформаторной подстанции для конфигурирования, автоматизация процесса получения ТКП с различными интеграционными механизмами для получения исходных данных, которые участвуют в конфигурировании, и передача внешней системы предприятия результатов конфигурирования. Как результат, решение этих задач позволяет повысить конкурентоспособность компании в текущих условиях рынка, позволяет более гибко подходить к формированию технико-коммерческих предложений и быть намного более мобильными и оперативными. Основные этапы реализации проекта были разделены на три части. В принципе, частично это похоже уже на те задачи, которые ставились перед проектом. То есть, это формирование правил конфигурирования, настройки интерфейсной части, непосредственно сама настройка олл-стрима, описание правил конфигурирования, наполнение базы элементов, визуализация компонентов, визио. почему визио? Сразу же раскрою один из наверное основных составляющих формирования компоновочных решений, схем, мы использовали визио. Для трансформаторных постанций, на наш взгляд, этого было достаточно, и все поставленные задачи были решены с помощью удобного и гибкого инструмента Microsoft визио. В состав Роустрима входит интеграция уже готовая с продуктами Microsoft, Office, в частности технико-коммерческое предложение формировалось в Word, в визио формировалась компоновочная часть решения, ну и частично где-то можно было использовать Excel, но в данном случае мы не использовали, есть и вариант, когда можно например какие-то таблицы составной часть технико-коммерческих предложений также формировать с помощью Excel. И третьим этапом являлась непосредственно передача данных внешней системы, результатов конфигурирования. К результатам конфигурирования мы относим такие выходные документы, как спецификация, либо в случае если на предприятии настраивается интеграция с CAD-системой или с системой, то фактически конфигурирование изделия в 3D, формирование состава электронного в системе, и в дальнейшем это уже является основой для рабочего проектирования, либо для технологической подготовки производства. В целом трудоемкость каждого этапа представлена такими двумя минимальными и максимальными оценками, то есть почему две цифры, то есть объясню, что зачастую не всегда на предприятии или заказчика достаточно высокая готовность для старта проекта, именно для описания правил конфигурирования системе. Зачастую правила конфигурирования, которые применяются на бумаге, либо в Excel, они содержатся в голове у ключевых исполнителей, у экспертов, и приходится потратить определенное количество дней, для того, чтобы эти правила формализовать. их нужно положить на бумагу, далее согласовать со основными участниками, и занести в систему. То же самое происходит и с выходными документами, выходные документами. Те, которые традиционно использовались, может быть, даже перестроить. Возможно, были заточены под ручное наполнение, процесс формирования ТКП, где-то что-то нужно перестраивать. На второй этап влияет готовность предприятия по части элементной базы изделия, в данном случае, ТТП. Если элементная база, по большей части, она уже готова в Excel, или где-то, может быть, в посторонних системах, и мы эти данные можем загрузить в RoadStream и использовать, то, когда, соответственно, процесс существенно ускоряется. Если же нет, то, соответственно, тоже проходит определенное время, прежде чем эти данные каким-то образом сформулируют или наполнят, и мы сможем их загрузить. Как вариант, один из примеров, также, который возможен для реализации проектов, мы в рамках проекта ограничиваем количество элементов, которые заносятся для опытной эксплуатации, для опытной эксплуатации решения, но в последующем, соответственно, приятие постепенно донаполняет эту базу, и в целом расширяет возможности конфигулирования. Все это гибко, прозрачно, и в открытом доступе, соответственно, после проекта остается полный доступ к настройке системы, и это можно делать самостоятельно. В части обмена данными внешними системами. Тут также, безусловно, один из основных факторов, который влияет на трудоемкость реализации этого этапа, это готовность внешних систем к получению данных. То есть, зачастую, возможно, использование может быть устаревший систем, где нет функций экспорта-импорта, то в данном случае, возможен вариант это с помощью привлекаемых специалистов заказчиков, мы пишем, например, напрямую базу, результаты конфигурирования, либо используем промежуточные форматы, предпочтительные и позволяют минимизировать риски. Основные реперные точки выделены красным, это на первом этапе соответственно сформированы требования методики конфигурирования, на втором, на окончании второго этапа завершена настройка основных элементов формирования ТКП, и в завершении третьего этапа мы получаем результаты конфигурирования в либо производственной системе, либо системе управления инженерными данными, клиентами или клиентами. Организация проекта. Безусловно, команда на наш взгляд должна быть зеркальна, то есть со стороны заказчика должен быть выделен руководитель проекта, архитектор, является носителем знаний именно в части конфигурирования. с нашей стороны архитекторами и понимая, каким образом правила описанные на бумаге должны быть интерпретированы в институтном виде. Ну и также техническая группа, которая занимается настройкой интеграции с вордусными продуктами, либо с внешними какими-то системами. В целом, продолжительность проекта от 6 до 8 месяцев, команда соответственно 5-8 человек, это была постоянная часть, остальные сотрудники привлекались по мере решения технических задач, или возникновения каких-то вопросов. Для развертывания RuleStream необходимо серверное оборудование, то есть это должно быть выделенное выделенное железо, потому что RuleStream базируется на базе данных и соответственно на бизнес-логике, которая зашита в серверной части клиента, соответственно уже ставится на рабочих местах. Плюс есть возможность подключения через удаленные веб-клиенты к RuleStream. Основные функции системы, которые были автоматизированы и решены в рамках проекта. Это безусловно ввод исходных данных по заявке на КТП, вот всей той информации, которая раньше передавалась либо в виде в виде в ордовском или в акселевском каком-то документе по почте, либо в виде технического проекта от института, то есть существует вся эта информация раньше в ручном виде перерабатывалась и поступала к сотрудникам для начала процесса конфигурирования. Далее система автоматизирует процесс обработки исходных данных, уже соответственно служит критерии для поиска либо подбора оборудования. также состав работы и состав задачи конфигурировано включено возможно и подбор аналогов, какие-то внешние системы, которые участвуют также для подбора компонент, то есть это все включается в общую часть. В системе реализованы механизмы для расчета стоимости, то есть это различные алгоритмы по доставке либо монтажу либо по стоимости покупных компонент собственного изготовления. В нашем случае эти данные мы забирали из ERP системы предприятия. Безусловно стоимости и калькуляции они должны быть в каком-то виде, потому что для полноценного получения ТКП мы должны инсталлимировать стоимость. Все справочные данные, которые раньше были либо в Excel, либо в каких-то локальных файлах, были заведены в систему. Далее для формирования визуальных компоновок видов и различных представлений самого изделия мы использовали видео. Ну и для выдачи результатов категорирования уже далее на этап рабочего проектирования либо производства данные выгружались в ERP системы третья и передавались на следующий шаг работы после утверждения ТКП либо после утверждения заказа. Схематично основные шаги можно представить следующим образом. Возможно, конечно, возникнет вопрос, что хотелось бы, наверное, исключить инженерные службы из процесса конфигурирования трансформатора по станции, но в данном случае все-таки в рамках этого проекта мы эту роль не исключали, то есть инженер, который раньше вручную занимался конфигурированием, он все-таки участвовал в непосредственно процессе конфигурирования, но уже все-таки в более таком, наверное, сжатом виде, то есть тратил уже намного меньше времени, потому что вся информация по конфигурированию изделия попадала и она формировалась на первом шаге, то есть в отделе продаж, заводилась тип КТП, все исходные данные по заказчику, по всему внешнему оборудованию, которое необходимо также учесть в рамках конфигурирования. Фактически роль инженера сводилась с того, что необходимо было проверить те расчеты, какие-то корректировки. Одним еще из основных плюсов Google стрима, что все эти роли разделены по правам, соответственно, вы можете редактировать только те данные, которые вам разрешены. То есть, например, вся информация о заявке, который заказал КТП, или куда она будет поставлена, это уже закрытые поля. Роль инженера заключалась в том, чтобы только проверить те данные, которые относятся непосредственно к самой КТП, и внести корректировки туда. Ну и, безусловно, как бы, на третьем шаге отдел продаж в целом у него есть права только на формирование комплекта документов. Безусловно, есть возможность вернуться на шаг назад, то есть, какие-то первичные действия можно также будет скорректировать, но тоже с условиями распределения прав. как результаты основные, то есть, что было получено в рамках системы, это мы формализовали правила конфигурированные, то есть, полностью была настроена интерфейсная часть, изначально за основу бралась анкета экселерская, но в рамках проекта она существенно была переработана под уже все-таки автоматизированную систему конфигурирования, то есть, она потребовала где-то упрощения, где-то, может быть, наложения определенных правил в зависимости между тем же листами Excel. формирована база элементов трансформаторной подстанции, то есть, они были внесены в систему, автоматизирован процесс формирования ТКП, все выходные формы формировались автоматически, плюс видео еще в том, что он позволяет экспортировать схемы в чертежный формат, то есть, в последующем это можно будет также использовать. И результаты конфигурирования передавались непосредственно в производственные либо инженерные системы, то есть, это уже формирование спецификации по ГОСТу, формирование электронного состава изделия, и дальнейшая работа по технологической подготовке производства. Основная часть доклада закончена, запись всего вебинара будет доступна на нашем канале YouTube Симис Телем, кто может быть еще не знаком с этим каналом, то самое время познакомиться. Мы всем зарегистрированным участникам сделаем рассылку с ссылками, ну и мы готовы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте их в чат. вебинар в вебинар в нау Так, да, стоимость проекта. Первый вопрос, который нам задали, это стоимость проекта. В целом, для того, чтобы определить стоимость, нужно все-таки оттолкнуться от задач. В данном случае стоимость проекта была сопоставима со стоимостью лицензии. То есть это не так дорого. Основные, может быть, какие-то элементы даже работы после обучения заказчик принимал на себя. То есть они самостоятельно уже дали, настраивали и правила конфигурирования, и те же интеграции с Визио. То есть это достаточно гибко и нужно все-таки индивидуально подходить. Вот если мы говорим о каком-то, может быть, аналогичном проекте, то есть зачастую те же внешние системы, они могут быть разные на предприятиях и требовать того же привлечения, например, ERP-консультантов. То есть если собственных специалистов на предприятии нет. Так, по заказчикам. Ну, это... Так, так, либо... Сейчас прошу прощения. Так, по поводу обучающих материалов. Ну, вот я, к сожалению, сходу сейчас не скажу. Но понятное дело, что там документация по базовой части конфигурирования, то есть администраторской части, она есть. Она, единственное, как бы, конечно же, она на английском языке, то есть классифицированной нет. Обучение мы провести можем, то есть я думаю, что, то есть индивидуально можете обращаться либо к организаторам, либо напрямую вот ко мне, к Юрию. То есть мы могли бы специализированный какой-то курс в виде там нескольких дней консультации провести. То есть в целом у нас сейчас есть уже такая, скажем, унифицированная виртуальная машина с настроенной логикой именно конфигурирования. То есть зачастую мы, в принципе, можем ей на ее основе сделать обучение и показать, каким образом настраивать систему и конфигурировать. Так. Следующий вопрос. Так, по стоимости, по материалам. Ну, по заказчику название, к сожалению, сказать не смогу, потому что у нас пока есть определенные обязательства и ограничения по этой части, но это один из производителей оборудования именно для трансформатных инфостанций в России. Да, интерфейс. Следующий вопрос. Интерфейс самого клиентского модуля на русском. Да, безусловно. Версия Rollstream появилась буквально последние, наверное, три месяца назад русифицированная. Сейчас силами российского офиса Siemens происходит еще дополнительная выверка, вычетка всех кнопок в меню, для того, чтобы они все-таки соответствовали логике и правому смыслу в переводе. Но в целом интерфейс сертифицирован. Также вся интерфейсная часть конфигурированного проекта, изделия, занесения самой непосредственной информации именно в систему, она доступна как на русском, так и на различных языках. То есть это все возможно в разных вариантах заносить. Так, следующий вопрос. Можно взглянуть на веб-интерфейс, как он выглядит, в том числе интегрированный функционал визио. Ну вот, к сожалению, я сейчас показать не могу. В принципе, тоже можете через либо организатора вебинара. Так, это мы... Так, да, это вот... Я записал этот вопрос по части визио. Мы по вашему... По веб-интерфейсу свяжемся именно и, я думаю, что либо какую-то удаленную демонстрацию сделаем, либо пришлем материалы, как это все выглядит. То, что касается визио, ну, полностью вот в рул-стрим интегрировано окно Microsoft, либо Word, либо визио, и вся интерфейсная часть визио, она, соответственно, доступна внутри рул-стрима. Единственное, что, понятное дело, вот, кто знаком, наверное, с работой с визио, кто знаком с возможностями визио, то прекрасно понимают, что вот прежде чем что-то начать конфигурировать, мы фактически наполняем базу визио. И вот при конфигурировании того или иного изделия вы фактически получаете уже преднастроенную визуальную часть изделия и уже какие-то элементы либо можете сдвинуть уже самостоятельно, либо, может быть, переконфигурировать уже непосредственно визио. Ну, в целом, как бы, там, на 95-98% то, что сформировалось автоматом визио, этого было достаточно. Так, я спешу. Так. Больше новых вопросов не появляется. Коллеги, если вопросов больше нет, то предлагаю, наверное, завершить. То есть, в любом случае, у вас есть возможность с нами также побеседовать, либо еще какие-то вопросы задать. То есть, мы всегда доступны, как Юрий, так и Константин Исаков, и мы сможем ответить на ваши вопросы. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok